МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Тема дня» в студии Кристины Матвеевы. Здравствуйте! Новый учебный год стартовал, а вот что новое и интересное он принесет нам, мы узнаем у моего гостя. В студии программы «Тема дня» начальник управления образования Гарри Фулин Айдар Хакимьянович. Айдар Хакимьянович, здравствуйте! Добрый день, Кристина! 1 сентября наступило. Расскажите, пожалуйста, о каких-то нововведениях, которые нас ждут в этом году, может быть, каких-то даже требованиях. Спасибо за вопрос. В первую очередь хотел поздравить с началом нового учебного года всех наших зрителей. Пусть все будет хорошо. И в конце учебного года пусть мы соберем только хорошие результаты. В этом году действительно очень много новшеств. Первое и самое главное – это новые стандарты, которые приняты здесь в рамках новых стандартов. Это уже новые, более конкретные требования к каждому предмету. И, конечно же, это требования к УМК, учебно-методическим комплексам, к каким-то конкретным предметам. Здесь, конечно, учителя все этой курсы прошли, у нас подготовлены. У нас по всем школам высокий уровень подготовки к новым стандартам. И вот с 1 сентября у нас во всех школах первые, пятые классы, по новым стандартам вошли. А сопережающим – это у нас татарстанский кадетский корпус, 36-я школа и 2-я гимназии пошли. Также новшеством этого года, конечно, все об этом знают уже, и во всех телевидениях, радио об этом говорили, это разговоры о важном. Это новый предмет. Это внеклассные часы. Внеклассные часы, которые будут проходить по понедельникам, каждый понедельник с утра. И, конечно же, перед этим внеклассным мероприятием у нас будет церемония поднятия флагов и прослушивания гимнов. Здесь, конечно, мы тоже совместно с Министерством образования Республики Татарстан привели подготовку со всеми школами. В каждой школе с этого года, начиная с 5 сентября, будет процедура поднятия флагов и прослушивания гимнов. И, конечно же, урок разговора о важном. Гимнов России и Татарстана? Да, Российские Федерации и Республики Татарстан. Скажите, пожалуйста, сколько в этом году ребят пошли в первый класс? У нас в этом году в первый класс почти 4 тысячи детей. А вообще у нас во всех школах количество детей – это более 33 тысяч детей. Ну, то есть такая хорошая цифра для нашего города. Да, мы пока растем. Строятся микрорайоны, строятся новые школы. Скажите, пожалуйста, во всех ли школах достаточно детей? И есть ли необходимость разгружать какие-то школы, чтобы перевести детей в другие? Да, радует то, что действительно дети рождаются, дети появляются в Новый Свет и рост есть. Это очень хорошо, потому что если дети рождаются, значит, есть будущее. С демографией все в порядке? Да, с демографией все в порядке. Да, действительно, есть вопросы по перегруженности школ. Такие школы большие, например, как 36-я, 10-я, гимназии. Здесь количество детей более тысячи. Особенно вот новые микрорайоны. Там у нас школы работают по две смены. И вот очень даже хорошо в этом учебном году у нас открылись две новые школы. Это Уадумнар и 38-й лицей в 34-м микрорайоне. Благодаря постройке этих школ мы чуть-чуть разгрузили те новые школы в новых микрорайонах. Но, несмотря на это, все равно потребность в местах, загруженность в этих школах остается. В этом году еще появляются какие-то новые предметы в школах. Правда ли это? И какие предметы? И в каких классах? В младших, средних или в старших? Ну, это не новые предметы. Это вот мы говорили про разговоры о важном. Это вот про это. То есть патриотическое воспитание? Да, то есть это патриотическое воспитание. Конечно же, есть это онлайн-уроки про патриотизм, про историю. Например, 1 сентября у нас Владимир Владимирович Путин провел этот урок, онлайн-урок из Калининграда. То есть такие уроки, они будут часто в этом году. Вот, кстати, возвращаясь еще к новшествам. В свое время финансовой грамотности нам было недостаточно, да? Поэтому появились различные кредиты, долговые обязательства. Но сейчас в этом году появляются какие-то финансовые курсы, где дети будут обучаться финансовой грамотности. Расскажите, пожалуйста, про это. Про финансовую грамотность. Финансовая грамотность у нас, она вошла в новые образовательные, то есть в новые стандарты. В рамках функциональной грамотности у нас дети в разных классах, в разных курсах, кто от того же самого общества знания изучает нашу финансовую грамотность. Конечно же, государство уделяет очень большое внимание этой направленности. У нас проводится в этой рамке очень много конкурсов, мероприятий. И дети действительно изучают финансовую грамотность. А вот отдельно урока финансовой грамотности этого нет. То есть это в рамках каких-то предметов, например, общества знания. Ну это с каких классов? Примерно с четвертых, с пятых, да? Ну у нас вообще основа, финансовая основа уже в начальных классах дается. То есть это уже... То есть первоклассники уже знают, что их ждет в будущем. Родители первоклассников интересуются, правда ли, что есть такое новшество, что в этом году встречать и провожать детей надо будет в течение полугода. Ну это не новшество. Здесь просто надо правильно понять. Нынешние первоклассники – это бывшие дошколята. И мы знаем, что в дошкольном учреждении родители утром провожают, вечером встречают наших детей. И в целях безопасности, чтобы ребенок все-таки адаптировался к новой школе, к новому маршруту, мы рекомендуем родителям утром провожать, вечером встречать наших детей. Это рекомендация минимум, это четверть, но желательно в течение года. Все-таки это еще малыши, первоклассники. И пошел в школу, и сразу взрослым, конечно же, ты не станешь. Еще один важный момент – это то, что сейчас детям нельзя будет пользоваться мобильными телефонами на уроках. Для них, конечно, настоящая трагедия, но мне кажется, учителя наоборот идут навстречу такому новшеству. Ну, здесь просто правильно понять надо вопрос. Здесь есть новые нормы СанПин, по которым использовать гаджет, то есть телефон, как учебное пособие нельзя, потому что к гаджетам есть требования СанПин, там как раз для экранов, размера экранов. То есть в связи с этим телефоны попали под запрет, то есть они не соответствуют нормам СанПин, которые можно использовать на уроке как средство обучения. То есть, например, ребенка может испортить зрение, грубо говоря. Да, да. А если действительно вопрос про запрет, то здесь школа совместно с родительским комитетом, если принимают согласованное решение, что они против того, чтобы дети пользовались на уроках или приносили телефоны на уроках, то они принимают это решение. А так, такого закона, что да, детям нельзя приносить телефон в школу, что им нельзя звонить, этого нет. Конечно, на уроках им нельзя звонить, потому что идет учебный процесс. А во время перемен, то есть ребенок, если есть необходимость, просто берет телефон и звонит. То есть это рекомендательного характера? Да. То есть здесь вопрос, в первую очередь, надо правильно понять. Здесь вопрос идет использование телефона как средство обучения. Кадровые вопросы. Достаточно ли количества педагогического состава и тех, кто работает при школе? Да, на августовской педагогическом конференции мы этот вопрос тоже поднимали. Действительно, есть потребность в кадрах. И мы знаем, что это не только в системе образования, во всем многих сферах. На сегодняшний день более 100 ставок у нас требуется учителя. Но, несмотря на это, у нас в этом году более 45 пришло молодых специалистов. И мы работаем над этим. Пока вот эта нагрузка мы закрываем тем, что мы приглашаем педагогов, которые на пенсию ушли, то есть договариваются, чтобы все-таки они выходили. Также это перераспределение нагрузки. Это не есть всегда хорошо все-таки, потому что большая нагрузка для учителя. Это очень тяжело. И действительно, учителя устают и выгорают к концу учебного года. Но ситуация пока такая, что все-таки нам надо выполнять программу. И действительно, мы таким образом выходим из ситуации. Для того, чтобы в дальнейшем этот вопрос решить, мы в школах создаем педагогические классы. Это уже с седьмого класса. Плюс мы активно приглашаем ребят, которые хотят поступить в педагогические вузы. Мы для них даже предлагаем целевые контракты, по которым они могут получить повышенные стипендии. И после того, как они закончат учебное заведение, им гарантированно будет уже рабочее место. Плюс, когда они целевики, город им компенсирует расходы на дорогу. И когда они уже после завершения учебного периода возвращаются в наш город работать, то они получают подъемные. И мы им всегда помогаем, нашим молодым специалистам, чтобы они закрепились в нашей системе и действительно приносили пользу, давали хорошее образование нашим детям. В этом учебном году свою работу начали школу Адымнар и 38-я. Расскажите, пожалуйста, чем они отличаются от обычной средней школы? Да, школа Адымнар. У нас пятая школа. Можно сказать, вот две школы в этом году открылись. Это в Нижнекамске и в городе Альметьск. Адымнар, как и изначально, была по идеологии Альметьтимиршарь и Шаймиева, это полиингвальное образовательное учреждение. Там дети обучают, кроме государственного, нашего русского, татарского языка, и стандартного английского языка, и другие языки. Например, в нашем Адымнар на выбор детям предлагается арабский язык, корейский язык, китайский язык. То есть мы проводили анкетированные у родителей и детей потребности есть в этом. Конечно же, это своя философия. То есть это философия открытости, философия диалога, коммуникации, чтобы все-таки наши дети получали современное хорошее образование, которое лучше должно быть во всех направлениях. А что, приходя к 38-му лицею, это инженерная школа. Эту школу построили совместно с компанией Татнефть. Спасибо им за это очень большое, потому что в этом микрорайоне нам нужна была эта школа. Мы там открыли школу инженерную и детский сад. И в комплексе это учебное заведение будут действительно готовить будущих кадров для наших промышленных предприятий. И мы надеемся, они свою функцию выполнят. Там уже вот со дня открытия они будут сотрудничать с нашими колледжами, вузами этой направленности. И это уже работа началась. Очень многие родители беспокоятся за жизнь своих детей, глядя на печальный опыт других городов. Хотелось бы узнать, как будет построена система охраны в школах. Да, уже с прошлого года у нас республика выделяет финансовые средства для охраны наших детей. У нас в школах первая, вторая и третья категории делятся школы. Первая и вторая категории у нас стопроцентно обеспечены охранниками. А вот третья категория еще не стопроцентно. Вопрос, конечно, в том, что деньги есть, но не хватает кадров опять для частных охранных предприятий, чтобы стоять. Но в этом направлении мы работаем. Мы даже вышли в соседние регионы, приглашаем частные охранные предприятия. И надеемся, что в этом году стопроцентно все наши школы, даже третьи категории, полностью будут обеспечены частной охранной компанией. То есть родителям беспокоиться не нужно? Да, да. Айдар Хакимьянович, вот такой вопрос. Опять-таки от наших родителей. Они спрашивают, правда ли, что сейчас сбор денег, на шторы, как любят часто шутить, это сейчас уголовное дело? Но этот вопрос я бы разделил на две части. Если это добровольное пожертвование, то есть родители сами изъявили желание помочь школе и сделать хорошие условия для своих же детей, и если школа это правильно оформит как дарение, то здесь ничего плохого я не вижу. Действительно, мы должны создавать для наших детей хорошие условия, и это нормально. Но если условно где-то возникло это, их заставили, да, и против их воли, и плюс еще компетентные органы зафиксировали это, то здесь уже действительно силовые структуры дают правовую оценку этому вопросу, и они уже будут решать, уголовное дело это или нет. Спасибо. В начальных классах в этом году часы физкультуры сократились с трех часов до двух часов, и некоторые родители переживают, что дети не смогут попасть в бассейн. Расскажите, пожалуйста, как решать подобную проблему? Это не проблема. Здесь просто надо пояснить. В рамках урока физкультуры, если есть, например, в программе уроки для бассейна, то в рамках стандарта дети будут посещать бассейн бесплатно. Если родители хотят сверх стандарта, условно, чтобы мой ребенок каждую неделю три раза ходил в бассейн, то здесь уже со школой они должны договориться. Или это в рамках кружка, или это в рамках дополнительных каких-то условий, то здесь уже индивидуально, я думаю, надо разговаривать. И всегда выход найдется. Если родители действительно хотят, чтобы ребенок постоянно посещал бассейн, платно это, то есть в рамках урока это будет бесплатно, в рамках стандарта, если это что-то дополнительно, то есть или это в рамках бесплатного кружка, если у школы есть такие возможности. Если нет, то это в рамках платных образовательных услуг. Еще один вопрос от наших родителей, которые сообщили нам, что в одной из школ выдают учебники, с которыми невозможно заниматься, то есть они в достаточно таком потрепанном состоянии. Скажите, пожалуйста, как вообще часто обновляется книжный учебный фонд в библиотеках, и насколько вообще правомерно выдавать детям настолько плохие учебники, по их мнению? Хорошо. Здесь также я бы разделил вопрос на две части. Первый вопрос. Сохранность этих учебников. Вот это самый важный вопрос. Потому что по новым требованиям мы каждые пять лет меняем наши учебники, и министерство выделяет огромное количество денег на обновление наших учебников. Вот второй вопрос. Как их сохранить? Вот я бы попросил все-таки, когда, потому что я был директором, тоже обращал внимание, действительно, как сохраняют наши дети книги. Потому что мы их даем бесплатно, родители ни копейки не платят, государство уже заплатило, и они должны понимать, что не только их ребенок занимается этой книгой, а уже в последующем еще 3-4-5 детей будут заниматься этой книгой. И вы понимаете, что 5 лет для бумаги – это очень большой срок. И в связи с этим я бы обратился к родителям, чтобы они со своими детьми проговорили и действительно совместно бы сохраняли эти учебники. То есть воспитание бережного отношения. Да, конечно. Мы же сами помним, когда мы учились, когда не было вот этих обложек хороших, мы даже газеты их обертывали, чтобы сохранить. Вот это самый главный вопрос. Только при таком отношении к учебнике можно сохранить в хорошем качестве. А действительно, если в этой школе выдали плохого качества, то здесь надо индивидуально смотреть, давно ли обновлялись эти школы. Может быть такое, что количество детей стало намного больше, например. И они условно планировали 100 детей, а пришло, например, 120. И количества книг может не хватать. И в связи с этим они там что-то пока временное и старого отдали, чтобы обновить. Потому что у нас есть система EFUL, это электронная библиотека, где мы видим в каждой школе сколько количества книг, и школы между собой могут меняться. То есть где-то есть излишки, где-то не хватает. И вот по акту они меняются. И таким образом мы 100% обеспечиваем книгами наших детей. Айдар Хакимьянович, возвращаясь к началу нашего разговора, стартовал новый учебный год. И я прошу вас сейчас обратиться к нашим телезрителям, к беспокойным родителям, педагогам и, конечно, к детям. Почему беспокойным? Ну, родители часто беспокоятся за детей, которые пошли в школу, особенно в первый раз. Вот это самый главный вопрос, потому что если родитель беспокоится, это переходит к ребенку. То есть все-таки я бы попросил наших родителей быть спокойными, потому что наши учителя дипломированные, хорошие, любящие наших детей. И я хочу пожелать, чтобы все-таки родители, учители, ребенок были в тандеме. Ведь у всех только одна цель, чтобы у наших детей было будущее хорошее, и они чтобы получили хорошее образование. И мое пожелание, чтобы мы в этом направлении трудились изо всех сил, помогали друг другу, и тогда у нас все получится. Большое спасибо. Вы сегодня очень интересно ответили на все вопросы. Я думаю, что у родителей теперь их не осталось. Это была программа «Тема дня» и наш гость – начальник управления образования Гарифуллин Айдар. Хорошего вам учебного года, интересных уроков и отличного настроения. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин